А еще интересно, как сочетать выдержку и эту, как его, да? Да, на Д. На Д. Диафрагму. Диафрагму или по более правильному апертуру, да? Да. Это слишком сложное для меня слово. Ну, диафрагма, это, скажем так, нас из Советского Союза, еще сейчас диафрагму практически никто ее не называет, все говорят, что это апертура. А на самом деле люди, занимающиеся фотографией, вообще попросту говорят дырка, на самом деле, потому что это отражает суть. Потому что, что такое диафрагма или апертура? Это же отверстие, через которое проникает свет, да. То есть, соответственно, чем больше она открыта, тем больше света проникает, чем меньше, тем проникает меньше. Но при этом, это тоже важно понимать, как работает это дело, потому что это как раз одно из основных принципов. Потому что фотографии, все-таки, один из других принципов это свет. Потому что все строится у нас именно на освещенности, на свете, на проникающем свете. То есть, соответственно, чем меньше вот это, скажем так, диафрагменное число, тем она дырка открыта шире, да. То есть, грубо говоря, диафрагма, предположим, ну, она по-разному, она может идти там даже меньше, чем с единицы начинается, да. Но это на очень дорогих объективах. Чаще всего на средних объективах она начинается от 2,8, 2,8. Это и то считается хороший объектив, светосильный. А на самых простых китовых это вообще 3,5, 4 и так далее. Ну да, вот у меня 3,5 или 22. Да. Минимальное число, то есть это вот именно, скажем так, 4, предположим, да, то есть, или 3,5, это большая дырка, да, то есть, это полностью открытая диафрагма. Там много света проникает. Много света, и при этом задний фон будет размытый. Я сейчас объясню. Ага. То есть, это все в сочетании важно. То есть, прежде всего надо понять, что чем меньше число, тем больше дырка. Вот, соответственно, тем больше света проникает, тем меньше число, тем меньше уже дырка, соответственно, меньше света в эту дырку, примерно, то есть, вот, соображаем, да, вот, меньше дырка, меньше света проникает туда. Соответственно, оно идет в сочетании уже с оптическими возможностями объектива, с многими другими факторами, оно и дает так называемый вот этот грипп. Для каждого объектива он свой, на старых объективах, я вот что-то хотел взять, сейчас забыл взять старую камеру, на старых объективах хорошо видно, они даже рисовали на объективах шкалу грипп. то есть что такое шкала грипп то есть там по ней понятно что предположим от такого под такое-то число у нас там получается там гиперфокальное пространство такое я как раз хотела посмотреть что это такое потому что я много где вижу это но не понимаю что это я пойму все равно еще будет следствие возьму старых брат что-то не догадался еще вчера они у меня были с собой но сегодня что-то я вот их выложил там в принципе на объективе будет нарисовано предположим объектив ну скажем так стрелка против которого установлен некое расстояние да предположим там не знаю расстояние там 3 метров должен да и у него есть те части скажем так расстояние которые ушли до и после вот этого скажем так маркера да вот и на объективе обычно это где-то где какими-то разными цветами помечают где помечают там более жирным шрифтом где помечают кита специально дополнительными маркерами так называемую шкалу грипп то есть на основании которого мы понимаем что грубо говоря если мы поставим маркер напротив цифра 3 то при диа факту нам значение предложим 2 и 8 у нас будет предположим все в резкости предположим у pronto своих товаров предположим там знаю там от полутора метров а потом от метра и предложим дать пики это будет как-то отмечено то есть грубо говоря этим зеленым пространством и только тот маркер более стоять и тут вот слева и справа будут состоять цветы диафрагмент значений и соответственно понимаются вас здесь три обрет можем здесь вот после стороны восемь и здесь восемь до того я при диафрагме 8 у нас будет вот от этого по это вот а в принципе я поняла так суть понятно но я лучше потом покажу это на конкретно фотоаппарате дан объекте вообще в принципе в интернете несложно найти это вообще она для многих объектов разные просто нету как такое общее да потому что есть объектив у которых она совершенно очень узко вот это скажем пространство гриб вот этого да то есть это глубина резко изображаемого пространства гриб сокращенно да то есть никто не будет долго глубина резко заборщаем про сам себе просто грипп и очень смешно напоминает тот самый грипп и я поэтому и пошутил душу за ядовитый поганый грипп так и вот этот об этом гриппе мы и говорим только грипп именно да пространство потому что и соответственно это важно понимать потому что если мы вот тут как я уже сказал дырка влияет на количество проникаемой света то есть чем темнее вокруг тему как бы хочется больше открыть дверку но при этом понимаем причем шире мы открываем греху тем у нас уже становится грипп грубо говоря то есть опять же вернемся к этому пока несуществующий нас объектов Постараюсь опять же на несуществующем у нас сейчас объяснить, вот опять же ставят маркер, против которого стоит цифра предположим 3. И как я уже сказал, здесь у нас пошло от предположим 2 и там дальше, то есть 2, 3, 4, 5, не так, не так, 2, 4, 5 и 6, 8. И с этой стороны 2, 4, 5 и 6, 8 пошло. Соответственно шкала грипп у нас получается. Вот она, узкая. То есть в данном случае, если мы ставим 2, у нас вот она, пространство. А если ставим 8, то вот она. То есть они разбегаются от маркера в разные стороны. Соответственно, чем у нас меньше диоформенное число, то есть чем шире дырка, тем меньше у нас вот этот грипп. Соответственно, меньше самого вот это вот пространство, который у нас будет все равно в фокусе. И для человека, у которого нет определенного опыта фокусировки на глаз, не автофокусная, да, то есть это не автофокус фокусироваться, человек сам вручную, то, конечно, попасть ему в гриб, когда у него полностью открыта дырка, очень сложно. Вот почему у меня не получается делать портреты, вот когда там большой зеленый фон, стоит человек, я его немножко смешаю вправо, и он у меня размытый получается, а фон сзади чёткий, я теперь поняла. Во-первых, основное правило, да, во-первых, мы попадаем в фон, в данном случае, не в человека, это раз. Второе, основное правило при съемке портрета, фон в свете должен находиться на эндом расстоянии от человека. Если поставить человека, ну, предположим, вот стоит будка, если мы поставим человека прямо перед будкой, она у нас не будет размытой, чтобы у нас будка была размыта, лучше всего поставить его где-нибудь вот здесь у дерева, грубо говоря, да? Не, ну, с расстоянием я всё правильно сделала, а вот фокусировка? Да, фокусироваться нужно по человеку, и есть основное правило портретов, фокусироваться лучше всего по глазам, не по губам, не по носу, не по уху, а по глазам. Во-первых, глаза это то, что максимально в резкости должно быть, Потому что все равно человек прирısı обращает ваше внимание на глаза. Во-другому очень фокусате по ней для носа, потому что четкость глаз сейчас, прежде Engine'd они блестят. Поэтому основа портрета, в принципе, нужно好ty recent в глазах. Какável проще сделать портреты? Мне нужен了 портрет, чтобы человек был сбоку, и не по центру карта. Но при этом фокусировка была на нем, так как все остальное будет размыто. Суть, это же самое, какая разница. Центр кадров это точка фокусировки, что она может быть любая. Во-первых, на фотоаппарате можно выставлять точку фокусировки. Можно вручную, можно автоматически. Вот эта кнопочка отвечает за установку точки фокусировки. Учим кнопочки. Ну да. Это вообще на самом деле лучше всего взять инструкцию в своей камере и прочитать многие вещи, о которых я говорю, потому что, скажем так, я говорю об основах, но они могут в разных местах у разных камер находиться. Соответственно, то есть чаще всего у большинства камер по умолчанию стоит автоматический выбор фокусировки. То есть там куча точек, и он сам определяет, по его мнению, почему я не люблю автофокус в этом плане, да, что автофокус он сам решает, что, по его мнению, для фокусировки более достойно. Чаще всего это сработает по контрасту. Не, я больше вручную люблю, но я пока не... Дело не вручном. Можно автоматически выставлять, только его надо правильно. Если, как мы говорим, мы ставим чувака, предположим, вот возьмем перешенную будку, а чувак по отношению к ней, он стоит вот с правого боку, да, вот, то оно запросто может улететь мимо чумака прямо на будку. То мы просто берем здесь вот на камеру. Слушай, лучше включить и сейчас уже посмотреть. Вот. Включаем. Вот, нажмем на эту кнопочку, если я не ошибаюсь. Нет, это плюс-минус. Нет, это там. Вот, честно говоря, я ни хрена не вижу. Нет, это у меня с камерой что-то. Она глючит. А что с ней такое? А не знаю. А не включен, наверное, экран? Вот экран сейчас включен. Нет, все в порядке. Вот, вот они точки фокусировки. Соответственно, их можно выбирать этими штуками. Вот. А, вот ручной. Да, это не ручной. Это мы просто выбираем точку, по которой он будет фокусироваться. Она может быть любая. Вверх, вниз. Вот. По умолчанию, когда вот вся толпа выделена, то... Или вот серединка. Ну, вообще серединка это плохой тон. Сейчас объясню почему. Ну, подтверждатель, нажать кнопку спуска чаще всего нужно нажать, она подтверждается. Да, она уже выбралась. Ну, все выбрала. Вот. То есть, вот запоминаем просто. Вот эта кнопочка, это выбор точки фокусировки. Когда нам нужен человек. Не по центру. Вообще по центру это очень плохо. Вот. Надо выучить, что такое золотое сечение. Найти в интернете. Знаю. Знаем, да. То есть, это, в принципе, важно и в живописи и так далее. Нужно все-таки смещать немного по золотому сечению. Там, немного левее, правее. Смотрите, как... Ну, по этим, по точкам. Да, даже не важно. На самом деле, это СА уже один раз надо посмотреть и понять, что это просто лучше, чем посредине. Если, опять же, не обусловлено, что посредине это хорошо. Потому что в некоторых композициях, как раз, когда мы снимаем куда-то геометрию, и в том числе и портрет может быть связан с геометрией, это хорошо. Или, когда, предположим, мы снимаем репортаж, что нам просто некогда, что тут выбирать, пока нам стоит нужное место, нам нужно поймать момент. Мы говорим, что у нас получается. Дальше можно кропом это как-то решать, обрезать ненужное. Вот. Или, собственно говоря, каким-то образом оставить, как есть, может не так уж все и плохо. Вот. Ну, я вот в 80% случаев снимаю в основном репортажные снимки. То есть я именно тоже снимаю не позирующих людей. Поэтому как-то вот заставить сказать, чувак, так вот секундочку замри, я вот сейчас вот... Это невозможно. Это ты должен успевать момент, ловить этот момент. Поэтому, ну, не всегда получается, как бы хотелось, как по золотому сечению. Вот, в данном случае. Иногда, смотрю, можно обрезать, иногда это не получается, потому что при обрезке мы теряем что-то другое, что-то тоже важно. Вот, поэтому тоже надо смотреть в данном случае. Вот. То есть как бы запомнили уже по точкам, да? То есть, соответственно, как мы уже поняли, во-первых, надо понять основу вот работы диафрагмы и грипп. Во-первых, как я уже сказал, если мы снимаем портрет, нам как раз важна размытость, то есть, соответственно, мы дырочку открываем пошире. Причем на 2,8 на максимально не всегда обязательно открывать. Надо просто смотреть, как хорошо. По свету. Во-первых, какой объектив. Китовый объектив все равно красивого размытия не даст. Да. Вот, это раз. Красивое какое-нибудь такое кремовое, так называемое размытие, нужен какой-нибудь хороший объектив, лучше всего, вот это мое мнение, лучше всего старый советский какой-нибудь мануальный объектив. То есть, купить переходник для Canon стоит он дешево. Купить их можно от 300 рублей, то есть, ну, немного, эти деньги можно найти. Где я могу у вас просить? Это можно потом как-нибудь еще один раз просто попробовать на мануалке поснимать, да, то есть, я приду с переходником и возьму с собой объектив, и мы попробуем просто поснимать на этом самом. Ну, и, соответственно, дорогие объективы тоже имеют очень хорошее размытие. Вот, я взял с собой сегодня один нормальный объектив, мы просто потом попробуем с поснимать этим объективом что-то, и потом посадим мой объектив, и просто, чтобы дома можно было быть на компьютере, здесь на экранчике не очень поймешь. Я вообще не сторонник разглядывания фотографий на экране камеры. Ну, потому что это маленький... Там не видно ничего. Дело даже не в том, что не видно. Маленькая камера высокого разрешения, любой даже говеный снимок кажется хорошим. Ну, вот, да, но я это имею в виду. Вот, поэтому я ему не верю, я даже не верю, потому что иногда бывает по нужде нужно тут же решить. Я уже все-таки сбрасываю на iPad, все-таки на побольше экран, но все-таки я тоже понимаю, что это все-таки тоже будет вранье. Вот, во-первых, все-таки это не тот экран, который нужно быть. Об экранах это отдельная история, надо отдельно говорить. Я вообще предпочитаю матовые экраны, которые сейчас все сложнее и сложнее найти, и в основном все глянцевые идут, которые врут, соответственно. Вот, лучше всего вообще это Apple Cinema Display, который остается сумасшедшим денег из старого поколения. Вот, но об этом не будем говорить о грустном, потому что это сейчас меряется сотнями. Вот, так что бог с ним. Вот, соответственно, как я уже сказал, вернемся к этому. Чем у нас, ну, в задаче портрета, чем у нас шире дырка, тем у нас больше размытость. Если мы снимаем при этом, ну, мы хотим снять городской пейзаж, чтобы у нас была и будка, и здание. Ну, мы хотим все, ну, красивая будка, зеленая крыша, там красиво здание вон с острой крышей, да. Все это красиво, мы хотим взять все, соответственно, нужно все-таки сделать дырочку поуже, чтобы у нас больше было вот это вот. В пространстве, ну, опять же, зависит от оптики, но чаще всего дальше восьми ходить необходимости нет. Вот, дальше уже, если только надо поджать свет слишком яркий день, там, или еще что-то такое. Ну, опять же, существует ISO, но, опять же, на разных камерах по-разному. На некоторых камерах недорогих ниже двухсот на ISO спуститься невозможно. Вот, а при очень ярком дне, который был, предположим, вчера, это уже довольно-таки хлопотно. Вот, потому что очень ярко, и приходится как-то другим образом это решать. То есть, соответственно, либо поджимать диафрагму, либо, существующая другая история, можно ставить нейтрально серые фильтры. То есть, такие темные серые фильтры, которые накручивают, которые просто ограничивают количество проникаемого света, не влияя на картинку в особом уровне. Хотя, конечно, надо тоже учитывать, что любое дополнительное стекло всегда влияет на картинку, но не столь критично. А ISO влияет только на свет или резкость там? Нет, ISO влияет только на свет, прежде всего, потому что это именно, как сказать, тоже, как бы правильно это соврать, чтобы было понятно неумным языком. Короче говоря, это светочувствительность, прежде всего, да, то есть, грубо говоря, то есть, именно столько, сколько у нас этого света проникает туда. То есть, это его мощность, что ли, да, то есть, я не знаю, просто я стараюсь подбирать более понятные слова, чтобы не умничать. Чем меньше, тем больше света. Чем меньше ISO, тем меньше света, наоборот, да, то есть, тем меньше яркость, не света, а яркость. Тут уже, наверное, правильно говорить об этом, да? Да, точно, точно. То есть, предположим, тем больше шумов там. Да, чем больше ISO, тем больше шумов и больше чувствительность, потому что ISO, оно, в принципе, соответствует чувствительности пленки, которая у нас когда-то была, да. То есть, грубо говоря, когда мы шли снимать в яркий солнечный день когда-то, мы брали пленочку на 100 ИСО, а точнее, в советское время это было вообще 32 ГОСТовское, да, 32 ГОСТов, ну, то есть, соответственно, а если это был какой-нибудь зимний пасмурный вечер, мы брали на 250, да, то есть, грубо говоря. Вот, соответственно, вот так и тут, то есть, чем у нас меньше число, тем у нас более яркое должно быть окружающий мир, нас должен быть более ярким, да, то есть, чем больше солнца на улице, тем меньше ИСО ставим, чем у нас, наоборот, темнее, тем ИСО приходится поднимать и, соответственно, вместе с ИСО задирать окружающие шумы, которые открываются, да, то есть, ну, опять же, это не всегда плохо, иногда, как говорится, вот я лично ставлю специально высокое ИСО, если я могу позволить себе придавить, как говорится, свет каким-то другим образом, для того, чтобы получить, если мне нравится, потому что шумы не разные бывают, да, то есть, например, камера зависит, чтобы получить так называемое зерно, это получается тоже что-то типа имитации пленки, вот, ну, оно бывает разное, в зависимости от того, как шумит вот эта, в данном случае, картинка, да, как шумит камера, иногда она будет красивым, вот, она будет некрасивым, надо просто смотреть, пробовать это, экспериментировать, то есть, иногда это можно, ведь, как известно, почти все отрицательные моменты можно использовать как художественные приемы, вот, как вот один из других уроков, которые я недавно делал, это было по моноклю. Монокль – это совершенно неправильный испорченный объектив, в котором всего одна линза. И если сейчас на современной оптике мы как раз добиваемся минимального количества хроматических аберраций, искажений и все остальное, то монокль как раз практически из них только и состоит. Хроматические аберрации – это такие, ну назовем так вот, опять же, простым языком, такие как бы тени. То есть на фотографии мы иногда видим, что по контуру дойдут такие как бы фиолетовые маржентовые тени, вот эти хроматические аберрации, желтые могут быть, синие, чаще всего фиолетовые. Вот это в основном маржентовый или синий цвет, опять матерюсь, скажем так, пурпурный. Да, я поняла, я поняла, с принтером я дружу. А, ну хорошо. Соответственно, таким вот образом нам все-таки прежде всего надо освоить, как говорится, основу это именно работы с объективом, да. То есть, как мы, наверное, уже поняли, с диафрагмой уже все понятно более-менее, да? Да, 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 да. Выдержка, другая составляющая часть, да, они тоже бывают от маленьких до больших, то есть маленькие, то есть большие значения наоборот. Это минута. Это одна пятисотая. А, наоборот. Одна разделить на пятьсот, грубо говоря, одна разделить на шестьдесят, одна разделить на двенадцать, грубо говоря. Это одна пятисотая. А я думала, большое значение это минута. Минута, это очень долго. Минута, это реально долго. Возьмем секундомер, включаем шестьдесят секунд, это очень много. Это даже не секунда, это одна шестисотая, одна тысячная секунда. Это очень быстро должно быть. Потому что вот минута, это вообще страшно длинная выдержка. То есть, минута на выдержке, это меньшее значение получается. Минута, это, тут все наоборот ровно. То есть, скажем так, чем больше вот это число, на самом деле, когда написано пятьсот, мы понимаем, что это одна слэш пятьсотая, одна пятисотая, да, одна разделить на пятьсот. Вот. То есть, чем больше число, тем короче выдержка, да. Короткие выдержки, они, что нам важно понять в коротких и длинных выдержках. Короткие выдержки, то есть вот эти вот одна пятисотая, одна тысячная, одна четырехтысячная, это у нас короткие выдержки, то есть выдержки, которая моментально открывается, закрывается. То есть, что у нас происходит, когда открывается, закрывается створка диафрагмена вот этого вот кольца, да. Вот. То есть, когда затвор, так называемый, срабатывает. То есть, она у нас либо быстро открывается, закрывается, либо чуть медленнее. Чем быстрее она открывается, тем, соответственно, меньше света проникает, да. Ну, это основы физики, лучше почитать как-нибудь отдельно, просто я суть рассказываю, да, то есть, чем короче у нас выдержка, тем, соответственно, меньше света проникает, соответственно, нужно ярче, больше, то есть, чем ярче у нас день, тем у нас короче выдержка, то есть, там, она получается 500, там, 1000 и так далее. И при этом у нас, тут уже идет, опять же, художественная часть, происходит, короче, захват движения, да, потому что, ну, просто элементарно, сколько успевает человек, объект любой, там, голубь, там, автомобиль пройти, проехать за одну 500-ю, за одну 12-ю, понимаем, да, разницу, да? То есть, это для движения, в общем, коротко. Конечно, то есть, соответственно, чем у нас короче выдержка, тем меньше смазано фотографии. Да, на длинных выдержках какие вот такие же фотографии? Да, это художественный прием, когда мы ставим на штатив, потому что это, срок снимать почти невозможно, и тогда делаются супер короткие выдержки, когда люди превращаются в тени, иной раз можно запечатлеть только одни, там, ноги, грубо говоря, да, то есть, там, улицы, и по ней, там, какие-то тени и каблучки, там, какие-нибудь, да. Вот это как раз работа длинных выдержек, супер длинных выдержек, это как раз пользуются художники. И ночью можно на них смотреть. Ночью, ну, ночью, без вариантов, либо со вспышкой, либо на длинной выдержке. Как раз художественный прием, это штатив, это хорошая оптика, ставим где-нибудь на мосту, никогда не пользуемся ручным спуском, то есть, это должен быть либо тросик, либо какой-то пультик, либо синхронизация, потому что, ведь, наверное, почти на каждой камере есть синхронизация, то есть, соответственно, спуск не моментальный после нажатия кнопки, а после двух секунд, там, после десяти секунд. А, ну, вот это вот есть. Ну, который используется для селфи очень часто. И вот точно так же можно использовать для съемок, предположим, ночных пейзажей, ставим на штатив, устанавливаем спуск после двух секунд, грубо говоря, нажимаем кнопочку, успокоен отходить. Потому что это почему? Потому что нажимаем кнопку, все равно происходит колебание. Хочем мы, не хочем мы этого, говорится, хотим, не хотим. Ну, вот мы так ездили Москва-Сити снимать, как раз так же пользуетесь. Да, так и надо, потому что, если мы нажимаем пальцем на кнопочку, все равно просто, ну, да, вздрагивает. Ну, во-первых, зеркалка в этом плане вообще плоха, потому что она, в любом случае, вздрагивает зеркало колотит, да, поэтому нужно хоть штатив понадежнее такой, чтобы, да, 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 чтобы он так стоял, так стоял, вот, а вообще лучше все без зеркалки, у которых нету лупящегося зеркала, вот, они вообще просто, они там просто, как намылись, нажал кнопочку, и все. И тут, которые скидорированы, да? Они последние какие-то, которыми сейчас все фоткают. Может быть, я не помню, может быть, я просто много чего-то скидывал, уж не помню. Да, вот, просто есть зеркалки, есть беззеркалки, это уже отдельная тема, больше все в кашу свалим, если мы будем одновременно говорить, и в голове будет просто сплошной портак. Вот, я еще не уверен, что вот эта наша запись, которая параллельно идет, что она будет нормальная, может, этим диктофоном последний раз пользовался давно, и не я, вот. Нет, пока ничего сложного нет, я все запоминаю, все нормально. Да, 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 просто если мы будем много тем валить в одну, то получится каша в голове, поэтому лучше разделять, вот. Соответственно, как мы уже поняли, чем короче выдержка, тем у нас меньше света проникает Соответственно, нам нужно более яркое время То есть, либо освещение какое-то искусственное, либо хороший, как сегодня, дневной свет И, соответственно, у нас тем получаются более четкие, менее смазанные картинки То есть, в зависимости от того, что мы хотим получить Если мы хотим как раз получить что-то такое смазанное, художественное Потому что еще другой трюк, да, используется для светописи и для всяких там абстрактных картинок Это когда, предположим, делается длинная выдержка и камера на пояске, на ладони, она подбрасывается, предположим Вот и камера пока летит, затвор в это время открыт, и вот он захватывает Обалдеть! Да, да, да Ну, нужно, конечно, понимать, что ты можешь камерой шарахнуть Конечно Да, но это надо понимать Обычно для этого чаще используют мыльницы, которых не так жалко Вот, но мыльницы тоже разные То есть, те, которые позволяют делать длинные выдержки или делать вообще бульб Да, бульб это выдержка от руки, пока не выключил, она снимает Да, то есть, соответственно, делается вот такая выдержка Она на какой-то веревке, надежно привязанной к руке Подбрасывается куда-нибудь к небу Вот, кругом фонари, это все запечатается Я могу просто свои эксперименты в этом области Это, по-моему, только ленивый, кто занимается фотографией, не пробовал в жизни снимать таким образом, да Вот Некоторые вообще, как порощуя размахивает камерой Зая, мне это сказали Это чертовски интересно, получается, особенно в вечернем городе с огнями Особенно, когда какой-нибудь Новый год, еще какой-нибудь ерунда Много разного цвета огней, получается очень красиво Вот Это получается страшно размазано все То есть, нету четкости И получается именно... А некоторые делают светопись То есть, они камерой, как карандашом пишут просто Можно же выводить буквы Хлево Да, берем... Да, да, да Ну вот, зеркалка, конечно, это не сам подходящий Это сложновато Можно Но сложновато Лучше всего какую-нибудь маленькую камеру И буквально можно какой-нибудь еще на пространстве просто писать Вот То есть, масса всяких художественных приемов, которые можно использовать Ну, это как только одна из части Одна из миллиардных, скажем так, вариантов, которые можно использовать Вот Соответственно, вот для этого Как мы уже поняли С выдержками, думаю, тоже более-менее понятно Так Что еще хотелось бы спросить? Потому что я могу долго рассказывать Если вот на этом режиме фотографировать, где диафрагма Это сам выставляет Приоритеты Это называется приоритеты Приоритет диафрагмы Приоритет выдержки Приоритет... Здесь больше ничего нет Только два приоритета Ну, да, да Вот То есть, здесь есть три режима М, мануальный, где все мы вручную ставим Вот этот вот А, В То есть, приоритет диафрагмы И Т, В Это приоритет... Приоритет выдержки для меня как-то не очень Мне не нравится с ней копаться Мне тоже не копаться Мне тоже он не очень нравится Иногда бывает это полезно Но чаще всего мы понимаем, что мы хотим, чтобы у нас всегда было все в резкости Мы ставим на 8 И дальше пускай автоматика сама уже подбирает выдержку под данную нам дырку Или наоборот Мы хотим, чтобы у нас всегда было портретно Мы ставим, грубо говоря, 3 Он у меня здесь показывает Например, если на приоритете выдержки ставить Он мне показывает, какая диафрагма подходит или нет Я могу, конечно, делать, как мне хочется, но она мигает Если значит не топ, поэтому тут все проще Естественно, она говорит, что это надо как-то подправить Это все Для начала нужно освоить это, потому что чаще всего этого вполне достаточно А я, кстати, пробовала в последнее время на этом фотографировать И так мне больше нравятся фотографии, которые получаются Естественно, потому что мы доверяем полной автоматике или полуавтоматике Может, еще режим P есть Да, это полностью Это не полностью А вот А полностью А П Нет, это полностью ты сам восстанавливаешь Нет, это М полностью сам А это программный А это программный Мы ставим ИСО Сами Тут она на автомате Она вообще все сама ставит На П Она ставит сама ИСО И некоторые параметры можем устанавливать То есть мы ставим ИСО, предположим, там 200 А дальше автоматика подбирает экспопар Что с ним происходит? Ну вот что-то нехорошо Может быть, это дело даже не с ним, а с объективом Нет, нет, он гаснет просто А, гаснет Да, вот опять Я не знаю, что с ним случилось Возможно, отходит Да Вообще, это не сильно страшно Потому что можно всегда посмотреть все то же самое в окошке Только крышку открыть, наверное, не забыть Может, ему тоже не нравится, что крышка закрыта Может быть Может быть Он считает, что камера просто выключена Нет Нет, все равно тогда лучше в окошной Что-то с экрана, контакт отходит Хотя на гарантии надо нести мастерскую Это нехорошо Нет, гарантии нет Это плохо Она умерла Это стоит денег Вот, ну, короче Ну, вообще, экран, конечно, обидно Иногда будет он нужен Но я, как старый динозавр Больше люблю вообще смотреть просто видоискатель Во-первых А я вообще, честно говоря, нет Не очень понимаю, чем реально отличается М от П Потому что что в М-ке можно все настраивать И в программном режиме тоже можно настраивать Не все В программном режиме мы можем вводить экспо-коррекцию Но мы не можем сами выставлять диафрагму И этот самый, как же его, господи Как так, а у меня можно? Это неправильно Режим П, потому что это как раз полуавтомат Это автомат, в котором мы ставим только этот самый И все можно выстраивать? И все И все Стоп И все Ну вот так вот Еще раз рассказываю о режимах Все очень просто Четыре основных режима на камере Мы сразу же выбрасываем все эти художественные Там всякие эти там Спорт, дети, пляж там Какое-то еще говно Потому что это вообще для меня какие-то вещи непонятные При существовании этих четырех режимов Никакие вот эти вот дополнительные художественные нафиг не нужны Причем чаще всего И обычно к ним привязан только джипег Вот А снимать все-таки лучше в RAW Или как в народе больше говорят RAV Вот Поэтому Как бы основные четыре режима M Это полностью ручной режим Мануальный Почему он M и называется Мануальный То есть там мы все полностью выстраиваем сами Ну Сюда только не привязана фокусировка Потому что она зависит от объектива На объективе мы тоже можем включить ручную фокусировку Отключить авто И тоже тогда будет совсем ручное все у нас Вот Это M режим Режим вот это вот приоритета выдержки Это я все понимаю Приоритет диафрагмы тоже понятно То есть приоритет выдержки Когда у нас выдержку мы устанавливаем сами А все остальное автомат подбирает Не все остальное А экспопару подбирает Так и наоборот Приоритет диафрагмы Мы устанавливаем диафрагму, которая нам нужна А экспопара То бишь выдержку в данном случае Экспопара понятно что такое То есть у нас все состоит из экспопара Пара то есть диафрагмы выдержки Вот То есть в данном случае мы какую-то одну из экспопара Параметр устанавливаем А все остальное устанавливается автоматиком И режим P наконец Это полуавтомат в которой мы можем поставить сами ИСО, и, собственно говоря, еще можно вести экспо-коррекцию. Экспо-коррекцию, когда автомат нам выставил какую-то экспо-пару, но мы с этим не согласны. Мы по какой-то своей художественной причине хотим, чтобы было светлее или темнее. И мы тогда вводим экспо-коррекцию. То есть там появляется возможность вводить плюс и минус. Ну, то есть регулировка, которую мы обычно устанавливаем, предположим, в режиме приоритета диафрагмы и диафрагмы, здесь мы просто можем влево или вправо отклонять экспо-коррекцию. То есть вводить либо минус один стоп, либо плюс один стоп ступень. А, это вот это вот, господи. Да, там плюсики-минусики появляются такие. Вот эта вот часть. Да, да, да. То есть, соответственно, это экспо-коррекция. То есть вот значение стоп, шаг значит один. Один шаг, да, один стоп. Принято говорить в фотографии один стоп, да. То есть мы будем вводить там на пол стопа, на один стоп, там на полтора стопа. Вот что это такое, я думаю, что это за фиг. Да, да, да. То есть у нас автомат выставил какие-то значения, но мы почему-то, по своим соображениям, хотим сделать темнее или светлее. И мы вводим экспо-коррекцию. Ясно, с этим тоже понятно. Да, то есть обычно она вводится теми же самыми функциональными кнопками, которыми на других значениях мы вводим значения диафрагмы там и так далее. Да, то есть именно ее же. Ну, по разным камерам. Где-то колесиком, а где-то еще как-то, по-разному. На некоторых камерах это можно назначать самому. Я поэтому говорю в общих сейчас чертах. То есть с этим тоже разобрались будем считать. ССО разобрались. Так, что еще нам нужно рассказать? И можно уже, наверное, перейти к съемке. Я думаю, на первый раз, наверное, хватит, потому что самое главное – диафрагма, выдержка и все режимы. Я спросила, и для первого – это как раз вот обобщение все. Ну, для начала, для нас нужно попробовать что-то снять, используя то, что я сейчас сказал. Используя, скажем так, ну, поработать с диафрагмой. То есть попробовать снять что-то в резкости, в нерезкости. У нас никого третьего нет. Придется, значит, использовать меня, скорее всего, как объект, на котором тренироваться. Ну, в прошлый раз Леонид тоже на меня тренировался. У меня даже получилось что-то неплохо. Стихийно продолжаем. То есть надо учитывать еще, когда мы снимаем, такое понятие, как Солнышко. То есть, соответственно, вот мы сейчас… Какая была ошибка? Мы сняли в так называемом контровом свете. То есть, когда солнце бьет прямо в объектив. Это тоже можно использовать как художественный прием. Но надо прекрасно понимать этот нюанс, что получаются более резкие тени. То есть, получается больше контраст. Соответственно, у нас происходят эти перепады, которые нам сейчас в данном случае были нежелательны. Поэтому желательно, чтобы… Вот оптимально для начинающего, чтобы солнце было за спиной. Почему? Оно более… Вот именно, что оно более… Нет, это уже другая история. Во-первых, есть… Вот мы сейчас самое дурацкое время дня снимаем. Полдень – одно из самых дурацких времени. Потому что солнце очень нехорошее. Вот. Ну, у нас выбора нет. Мы снимаем сейчас. Поэтому просто надо, во-первых, человека можно поставить в тень. Чтобы у него не было конкретно такой страшной засветки уже, да? Полностью просто в тени все. Либо поставить как-нибудь… Не обязательно. Можно, чтобы на него… Вот смотри, как красиво. Тут у нас освещено, ну, часть дороги закрывает тень от этого дерева. Правда, если нет нашего нужного фона, мы найдем другой день, к его подальше. Просто нам нужно, мы можем это же дерево, просто элементарно. Иногда просто фотографу нужно поменять точку позиции. Смотри, вот мы хотели снимать на фоне этого дерева. Ну, что нам мешает пройти вперед, чтобы оно у нас было за спиной. Вот. Тогда солнце у тебя будет за спиной. Ну, что, полиция? Мы всего лишь поменяем просто точку нашей позиции. При этом ничего не поменяется. У нас останется тот же самый фон, те же самые деревья. Только мы пройдем туда, и для тебя солнце станет уже за спиной. Для меня оно, конечно, будет в лицо, но мы посмотрим так, чтобы оно не было. Ну, для начала садят, наверное, и так, чтобы просто нам понять эту разницу, да? Мы сейчас ведь не делаем генеятельность, мы делаем понять, в чем будет разница. Вот, это раз. Вот. Второе еще, ну, сбоку, может быть, дали вот эти все эти нюансы, да? То есть, и, как я уже сказал, нужно работать с моделью обязательно. То есть, ты смотришь, просто ты понимаешь, что она у него стоит. Любой, как я уже сказал, человек для фотографа, для фотографирующего, он любой модель. Даже если это его злой дедушка, вот, неважно там. Даже если это какой-то страшный человек, даже если это Владимир Путин. Это неважно. Вот. Он для него модель для человека снимающего. Даже если он там как-то по значению намного выше его. Соответственно, соответственно, фотограф должен передвигать модель так, чтобы, во-первых, она соответствовала каким-то образом картинке, которую он хочет снять, да? То есть, то, что у него в кадре он видит и понимает, что там мешает что-то. Очень плохо, когда, предположим, делаешь портреты, у модели из головы растет куст. Да. Вот. Или там пересекают провода как-то. Да, или рука заканчивается вверх. Ну, вот, да, надо просто понимать эти все нюансы. И когда ты картинку эту видишь, ты говоришь, просто шаг влево, шаг вправо, на меня чуть-чуть сделаешь шаг, присядь, все что угодно. Это надо говорить. И, ну, правильная модель должна просто это слушать. Вот и все. Пробуем еще раз. То есть, это не у меня руки кривые, это просто модели не хотят со мной работать. Ну, это значит, ну... Ну, не совсем, я бы сказала, и то, и то. Можно им просто не доверять, знаешь, просто доказать им, что ты умеешь это делать. Что-то, да, дура, там, мается, там, ничего все равно не получится. Надо доказать, что это не так. Вот и все. Тогда будет слушаться. То есть, при дислокации тоже, когда у нас нет возможности выбирать... Небольшая освещённость есть. Сзади деревья есть, как я, в принципе, хочу. Можно попробовать, да. Я еще хотел сказать, что когда у нас нет возможности выбора, да, то есть, в принципе, можно сделать так, что солнце все равно будет как бы контролируем, но можно найти объект, который тебе его перекроет. То есть, то, что у нас дерево перекрыло, в основном, если меня вот так вот подвинуть, то солнце практически уже не важно, что он тебе в объективе свитит, потому что его нет, оно закрыто кроной дерева. вот это тоже надо вот эти все нюансы учитывать поэтому просто стрелять глазами везде понимать я всегда рассказываю простую вещь прежде чем снимать кадр нужно его увидеть то есть фото правда стоишь в самый последний момент ты сперва кадр видишь и понимаешь что ты увидела то что тебе надо и тогда уже после этого можно доставать фотоаппарат уже как-то там уже подстраивать пойму почему сосредоточилась то есть фон получился размытый тоже размытый вот прям вот видно что размытый такой какой-то серенький а на нем ли была точка фокусировки или на улице я выставила прям сюда возможно это возможно это еще дело в не очень хорошо оптики мы это тоже попробуем как я уже сказал то есть если это грязный скучный китовый объектив еще надо учитывать такой фактор что все-таки не просто так существуют да 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 так как грипп возможно узкий то она улетела не туда нас разрушая попадала все-таки туда куда надо есть некий трюк предположим если нету в нужном нам месте точки фокусировки мы просто наводим ту точку который фокусироваться на нужное нам место а потом перемещаем просто объектив ну то есть грубо говоря она пускай все вставляют по пуговице просто мы видим мы же не показывать на какой фокусировке и потом мы это место говорится передвигаем на ту часть, которая нужна быть в резкости. Это можно тоже использовать как трюк. Это раз. Второе, как бы, нужно еще помнить, что существуют же разные, скажем так, объективы с разным фокусным расстоянием, да, вот. Все-таки портретные объективы, они не просто называются портретными, да, то есть они лучше всего портрет получаются, это объективы от полтинника и выше. Ну, полтинник это не совсем портретный объектив. Портрет на самом деле это 85 и там 135, там подобное, да. А вот эти вот фиксовые, которые... Нет, фиксы, зум, это разные вещи. Вот зум, это объектив с переменным фокусным расстоянием. Да, я знаю. Вот. А фиксы только... Фиксирование, фиксирование. А то, что говорят, для портретник, типа, 50 это вот самый хороший. 50 это не портретник на самом деле, вот. Ну, 50 это стандартный репортерский объектив, ему хорошо снимать городские... И можно снимать портреты, но правильный портретник начинается с 85. Вот, все-таки. Соответственно, если мы будем снимать на 24, как сейчас стоит, это широкоугольный объектив. На нем нормальный портрет снять очень сложно, чисто по картинке. Картинка неправильная. Широкоугольный объектив, он другое, все-таки, другое искажение пространства, это раз. И в-третьих, все-таки, свет по-другому. То есть, все по-другому. Надо, все-таки, начинать от полтинника и выше портретное, да. Соответственно, если у нас получается, что мы хотим ростовой портрет снять, то это придется самому отходить подальше. Вот. Это нормально. А снимать на широкоугольнике портрет, это, в принципе, новый топ. То есть, грубо говоря, вот это еще тоже влияет на качество фотографии? Это влияет на художественность фотографии. То есть, грубо говоря, если я вот так вот передвину, я отойду на то расстояние, на которое мне нужно. Картинка будет лучше. Лучше, чем если я то же самое сделаю. Да. Я, честно говоря, думала, что это для того, чтобы приближать и удалять. Ну, это для того, чтобы приближать и удалять. Нет, приближать и удалять непросто. Картинка, без разницы, вообще, на самом деле, 18, это вообще серьезный широкоугольник. Вот. Ну, правда, тут у нас кроп, да, мы знаем, что такое кроп, да, соответственно, 18, здесь не 18, это на самом деле 25. Вот. Ну, это все равно широкоугольник. Это архитектура снимать, там, не знаю, пейзажи, там, и так далее. Портрет никак на этом снимать не стоит. Можно. Короче, репортажи на 50, а портрет от 85 до 135. Ну, и больше. А этот телевик, который, чтобы там самолет... Ну, это боль. Ну, вот у меня в сумке 300 сейчас лежит. А, это вот уже дальше от этой и... Да, да, да. У меня у МТО там 1000 вообще фокус на расстояние. Так что это... Вот это тоже хорошее освещение вопроса. Да, да, да. Ну, что, попробуем теперь по-другому снять, да? Да.